Всем привет! Меня зовут Тимур и это мой скутер-чек, которым я максимально подробно, аргументированно и честно расскажу, почему я выбрал именно эти детали для своего самоката. Начнем мы сверху, с руля. Это руль Blunt Ripper, про модель французского райдера Flavio Pesenti. В ширину он 58 см, в высоту 65 см. Он у меня модифицирован под SKS, потому что SKS это лучшая компрессионная система, на мой взгляд. Но об этом чуть попозже. Этот руль алюминиевый, соответственно он достаточно легкий, всего 850 граммов. Я предпочитаю легкость в катании, легкость в закручивании барспинов, поэтому он идеален для меня. Единственное, он не такой уж живучий, если сравнивать с остальными рулями, но, тем не менее, при цене в 5500 рублей, я считаю, что мне его хватает где-то на полсезона, то есть это вполне резонно, на мой взгляд. Грипсы. Это грипсы Fenix. Знаете, есть два типа людей. Кто-то предпочитает такие толстые сосисочки, типа этик. Кто-то любит потоньше. Я, наверное, вот из второго типа людей. Мне нравятся грипсы чуть потоньше. Эти уже, к тому же, такие немного размочаленные. Я на них покатался где-то порядка полугода. Поэтому для меня это самое то. То есть они в меру мягкие, нормально держатся. То есть у меня к ним нареканий нет. И да, я катаюсь без баренд. Не знаю, почему так вышло. Привычка. Как я уже сказал, у меня стоит компрессия SKS. Это зажим GRID. Пятиболтовый. Модель Invader 2012 года. Пожалуй, самая старая деталь на моем самокате. Тем не менее, все эти пять лет он держит, справляется со своей функцией и меня полностью устраивает. Ввиду своей высоты, в нем есть возможность вставить небольшую проставочку для того, чтобы руль стал выше, чем я и воспользовался. Рулевая у меня стоит Этик с силиконовой крышечкой для тех, кто любит изящество и легкость. Ну, это обычный промовый подшипник. В принципе, они не сильно отличаются друг от друга, все эти рулевые. Так что особого смысла рассказывать про них долго я не вижу. Так что перейдем дальше к вилке. Это вилка Blunt SOB V3 под SKS. Также существует версия этой вилки под IHC. Но я решил взять именно эту вилку. Она состоит из алюминия. Опять-таки, легкая, но при этом живучая. То есть, эту вилку я взял этой весной перед поездкой во Францию. До этого у меня стояла такая же. Взял ее только потому, что решил подстраховаться перед поездкой, перед ответственным мероприятием. Взять что-то такое свежее, чтобы держало. Колеса. Это колеса Proto, гриперы, про-модель Зака Мартина. Лучшие колеса, которые только могут быть мягкие. Прекрасно себя чувствуют на самых разных поверхностях. В пулах, на асфальте. В общем, это лучшие колеса. Так что рекомендую их и только их. До этого я катался, кстати, на Blunt 120 мм. Но, не знаю, почему-то я вот привык именно к классике. 110 мм. Почему-то мне кажется, что они самые удобные для стрита, и для парка, и для вообще любого типа катания. Итак, перейдем к рассказу про деку. Это Blunt Aos V4. Про модель французского райдера Charle Padeli. С ним я, кстати, лично знаком. Как и с Заком, как и с Flavio. Все как полагается. Она 125 мм в ширину и 533 мм в длину. Мне кажется, для райдеров среднего роста, как я, самое то, я вот решил не гнаться за этой модой лимузиновых дек. То есть, в принципе, меня эта длина-ширина устраивает. Она достаточно широкая для того, чтобы хорошо держаться на гранях и перилках. Также тут есть такая замечательная вещь, как Blunt Plate, которая помогает выполнять ноуз-блант скольжение. Тут нет квадратных дропов. Как вы знаете, квадратные дропы – это такая модная среди стритеров фишка. Но тут они срезаны. Сделано это для того, чтобы можно было ставить пеги. Но я не люблю пеги. Я катаюсь без них. В принципе, да, я предпочитаю 50-50. Дабл-пегом. Поэтому, как вы видите, дека уже изрядно так износилась. Я ее взял в начале июня. Но, в принципе, она вот до сих пор держится молодцом. И есть еще запас прочности в дропаутах. Также у меня стоит хендмейт-шкурка кик-мид. Ее я наклеил тогда же, когда взял эту деку в начале июня. Как вы видите, она уже достаточно подизносилась. Буквы еле читаются. Тем не менее, зерно еще осталось. То есть, она, в принципе, нормально цепляет. Их нельзя приобрести в интернет-магазине. Они есть только в наших точках в Москве и в Петербурге. Так что, если хотите что-то эксклюзивное, обращайтесь. Вот такой вот у меня замечательный самокат получился. Легкий, прочный, изящный для любителей французского стриточка. Приобрести все эти детали вы можете в нашем магазине Кикмид. А теперь давайте снимем парочку клипов. Кикмид.